Здравствуйте. Для изготовления щучьей головы нам понадобится щучья голова. Соль, кастрюля и немножко терпения. Берется щука, отрезается в зоне головы по хребту с учетом того, чтобы остались вот эти у нас плавники, махалки. Берется соль обыкновенная, то есть вот на такой щуку из 5 килограмм, где-то пол пачки соли надо, где-то пол кило. Соль размешивается в воде, желательно размешать в тепленькой водичке, чтобы лучше растаяла. Щука ставится на торец, края маленько вот так расправляются. Под язык ложится спичка или что-то еще. Язык должен быть приподнят. Можно вставить в жабры, что-то еще и впасть. То есть вот в таком положении она будет у нас храниться, солиться в течение недели. После этого вынимаем, промываем и ставим сохнуть. Опять же вот на этот торец с учетом того, чтобы были раскрыты жабры маленько, пасть и под язычок. После высыхания красим жабры и покрываем лаком. Можно нитро, можно мебельным. От мебельного лака, значит она будет маленько пожелтее. Нитро сохнет нормально, быстро. Вставляем глаза. То есть глаза можно вставить или вот такие обыкновенные вот от куклы на жвачку поставленные. Или можно сделать испуговицы. То есть вот эти вот глаза, вот они сделаны испуговицы. То есть испуговицы точно покрашены желтой краской, черной под цвет щеки. Тоже поставлены на жвачку. И для установки можно использовать вот такой вот деревянный срез от березы. Если его палачить, то очень хорошо будет смотреться. И вот в этих местах, где у нас на торце мы маленько раздали чучу кожу, можно привинтить вот за эти вот такие вот, такими шурупчиками. И она будет прекрасно держаться вот в таком положении. Как вариант, значит, может стоять просто вот так вот на махалках. Очень даже интересно. Или, как вариант, можно приспособить что-то еще вот такое. Поставить, значит, очень удобно. Вот в таком вот виде может стоять. Но обратите внимание, что еще со временем, значит, в этих местах, вот в зоне головы она будет ужиматься. То есть вот такой вот вариант вот был бы идеальным. То есть здесь она уже не высыхает. Нормально сидит, смотрится очень красиво. Вот такие щеки у нас. Спасибо за внимание. Удачи, дробалки. До свидания.